Здравствуйте, мои дорогие! Я Инга Топчей, ведущий преподаватель Академии Красоты Лотос. Сегодня мы будем с вами разговаривать о маникюре, о проблемках, которые встречаются в маникюре. Поехали! Итак, вот наш исходный вариант. К ученикам пришла модель и что-то такое непонятное у нее на пальце. Я специально сфотографировала для того, чтобы вам показать. Давайте-ка увеличим и посмотрим поближе. Но модель говорит, что это мозоль. И так как она ей мешает, то мы решили помочь. Мы взяли щипчики и решили снять амазоленность, дабы посмотреть, что же там в конце концов кроется. Модель утверждает, что это мозоль. Снимаем амазоленность аккуратно, хотя ученики толкают стол. Нужно так аккуратненько снять, чтобы не уколоть нашу возрастную модель. Но если бы это была водяная мозоль, еще с жидкостью, то, конечно, мы бы не имели права это трогать. А мне очень хочется узнать, что это мозоль или бородавка. Поэтому нужно ее открыть и пристально посмотреть, что же там такое. Ведь маникюр с латыни переводится мани рука, а кюре уход. То есть мы делаем эстетический уход за руками. Соответственно, различные проблемы, встречающиеся на руках, входят тоже в наше поле деятельности. Будь то царапины на руках, на которые мы обращаем внимание, или трещины на руках, которые мы заклеиваем, либо вот это безобразие, мы это все должны уметь профессионально решать. Кстати, о трещинах. У меня есть интересное видео, как избавиться от трещин на руках. Пройдя по этой ссылке, вы можете посмотреть его. Ну, а я после того, как убрала гиперкератос щипчиками с нашей проблемой, взяла маленький шарик с красной насечкой и начинаю потихонечку зашлифовывать края. Периодически сбрызгиваю спиртом, чтобы посмотреть все-таки, кто это там поселился у нас. Мозоль или все-таки, как я подозреваю, это бородавка. Ну-ка, давайте-ка увеличим и посмотрим, что это. Вот оно. Ну, какое-то чудовище с глазами. Или мне это только кажется. Смотрите, я вот обвела фломастерами. Ужас какой-то. И она мне рассказывает, что это мозоль. Или мне одно лицо такое мерещится. Ужас! При увеличении я увидела, что еще остались амазоленности на краях. Поэтому я дорабатываю шариком. И это нужно делать очень аккуратно для того, чтобы не попадать в серединку, захватывать только края. Как только вы попадете в середину, может пойти кровь. Поэтому работаем очень деликатно и аккуратненько. До сих пор бородавки я встречала только в педикюре. Но, как видите, они бывают и на руках. Бородавка отличается от стержневой мозоли тем, что имеет много корней. И при увеличении мы их увидели. Поэтому работаем аккуратно с краями. Только идем шариком по краям, убирая мозоленности. При работе с шариком поднялись края, поэтому еще раз уберем их щипчиками. Так, чтобы дело было быстрее. Аккуратненько работаем. Так, чтобы нигде не зацепить и лишку не снять. Я думаю, что наша бабушка, говоря о мозоли, имела в виду водяную мозоль, которая появляется от кратковременного трения на руках, когда долго делаешь одно и то же. И вот натирается водяная мозоль. А нет, это не мозолька. И это все-таки бородавка. А я еще раз догребаю поднявшиеся края, так, чтобы было все гладенько и был плавный переход. Хорошо, что вам не слышно, что говорит бабушка-модель. Она уже собралась на тот свет, но жалуется, что похороны дорогие. Ну, а наша задача сначала срезать, а потом выгладить так, чтобы ничего при ближайшем рассмотрении и при ковырянии пальцем модель не могла задеть, чтобы все было ровненько и гладенько. Теперь еще раз брызнем спиртом, для того, чтобы убрать излишки пыли и внимательно посмотреть, что же у нас получается. Получается достаточно ровно, срезали мы ровненько, и теперь нам остается только зашлифовать. Мы берем шарик с красной насечкой и начинаем плавно все закруглять, зашлифовывать. И вот теперь, когда вы открыли бородавку, можно применять различные средства. Кто какие применяет народные средства для удаления бородавки, вы писали уже под комментариями ниже, в педикюре, у меня есть видео по бородавкам, можете пройтись и посмотреть. Там ниже очень много комментариев, как же ее убирать. Вот она у нас уже вырезана, еще раз с брызнем спиртом. Посмотрите, как все ровненько, гладенько. Оно уж прям стало глянцевое и блестит. Ну, а я буду использовать мел, который сродни извести. А известь, вы знаете, все выжигает. Поэтому мы очень деликатно мелом уберем эту монстр-бородавку, и клиент скоро забудет про свою проблему. Спасибо, что смотрели меня до конца. Надеюсь, я вам объяснила дотошно, как выйти из этой проблемы. Ну и пишите мне вопросы новые, которые мы хотели бы с вами вместе разобрать. И я бы вам объяснила, что к чему, поскольку с моим 22-летним стажем на моем пути уже встречалось очень много всего, о чем я могу вам рассказать. Ставьте мне лайки, пишите комментарии. Ну и не забывайте посмотреть каждый понедельник. Делитесь с друзьями моим видео. Я рада, что вы смотрите меня. Ну, а пока. Пока.